Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео, вот, решил записать бой на Мега Супер ПТ Т67, бой начался в обалденной карте, Тихий Берег, вот, тут юноши про маму начали разговор вести, значит все будет нормально. Игра у меня будет с интеллектуалами, скажем так, высоко, как скажем, профессионалами высокого уровня, вот, зараза, сразу получаем плюху от Шкоды, благо Шкода со стоковой пушкой. У моего танка маленькая проблема отсутствия брони и жизни, поэтому засвечиваться мне нельзя, просто противопоказано в любом раскладе, соответственно я отъехал. Раз уж противопоказано, чушь, зачем тогда, ой, хорошо попал, надо валить отсюда. В полной мере надо пользоваться достоинством его скоростью, точностью орудия, ой, хорошо, диким пробитием, чем я, как вы видите, с радостью воспользовался, несколько раз так. Ну и молодец, 67-й просто, да, он отлично так уехал, ай-яй-яй, не успел его забрать, ну ничего. Посмотрим, фланг получается наш, это очень хорошо, противник уже начинает проехать, по танкам так вообще конкретно проигрывает, по очкам, чипа, хп по жизни не особо проигрывает еще, но все равно приятный, такой результатец уже намечается. Ой, арта, арта, это всегда, это всегда должен быть ангар. Ай-яй-яй, вот это был неприятный промах, хотя, мужчина никуда не хочет уезжать, он хочет ангар. Помог Шкода 25-й, Шкода с духа. Ой-ой-ой, вот это отвратительно. АИ меня заберет с выстрела в любом раскладе, поэтому выезжать под ним он совершенно не хочет. Мало того, ФВ уже наверняка свелось на гору, чтобы меня тоже шокнуть с выстрелом. Попробую выкатить с другой позиции. О, стуга, сейчас стуга получит, в глаз. Стуга меня, походу, не видит, да, не видит. Лампа у меня вкачана, а я его свечу, это очень хорошо. Так, поедем дальше, постреляем. Уже 1200 дамага я нанес. Все-таки надо забирать под слепковатого японца. Ой, дурковатого, я бы даже сказал. Япошка, конечно, непробиванная. Даже голубой. Вообще непробиванная, капец просто. Эй, он меня не видит, он просто идиот. Он меня просто не видит, дурбец. Эх, вы, видишь. Эх, вы, молодец, скинул. Как не убил, непонятно, видно, не свелся. Так. Энди, это что? Даже не знаю, что такое. Шкода все же жива еще. О! А, и поехал помирать. Сейчас получать будет шоколадный пердак. Ой, 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 ой. Все. Самое малость осталось. Найти и застрелить арту. В принципе, год боя подошел к концу. Сейчас арта. Да, арта все-таки сдохнет. А-а-а! Арта дурак. Вот такой бой получился. Получил я. Главный калибр. 1700 набил на... Настрелял. Дамага нанес. Так, 24 попадания, 15 пробитий. Вот этого и меня просто изумно уморило. Просто уморило. Ну и в конце пиздюк на арте раздавил меня. Ну, а про то бой получился достаточно веселым. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Здравствуйте, подпишитесь на моего канала. Зрители данного видео. Вот бой. Хотел записать. В котором я получил буквально за один день, два. Буквально подряд сыграл. Два или три раза. И получил пару раз подряд мастера. Возможно, конечно, произошло это из-за того, что обнулились результаты на мастера. Ну, сам факт. Мастер. Основной калибр. О, видите. Интересно, что я стрелял первый раз. У меня, походу, вообще не обнаружил больше. Мало того, я засвет даю по всем, в кого веду часа огонь. Ну, 67-ки везет. Просто везет. Так, 3-4-8-5, решил все-таки заняться кустиком, в котором я нахожусь. Чуть-чуть подкрутим скорость. Так. Вот. А, это тип 3-4. Вовсе не 3-4-8-5. Опять, что меня не видит. Повторюсь по поводу данного ПТ. Пока его не видят, ПТ очень слой. Просто невероятно злое. Шерман. Вот, отлично. Получил гусеницу и теперь будет ехать в ангон. Все, в ангон. Отлично. Черчилля придется стрелять за голды. И, так как вперед проехал наш танчик, который сейчас сдохнет, походу, мне можно уже поменять позицию и подтянуться поближе к ихней базе, чтобы лучше видеть всех. И проще стрелять будет. Вот. Удивительное пробитие. На, голдой стрелял. Голдой дам. Сейчас. Мужчина. О, мужчина выехал. Решил жопой ко мне выехать. Мне не везет. Все не везет и не везет. Вот 67-ка показалась там где-то сзади. У меня, кстати, она в обзоре. Но она стоит, я так понимаю, за насыпью железнодорожной. Этот придурок все никак успокоится не может. Вот она в гусле. Вот он поремонтировал гуслю. Сейчас посмотрим. Подъедем поближе и посмотрим, на что он способен. Вот, черчилль раз. Черчилль, черчилль раз. Получит в глаз сейчас. Вот, зараза, уберем меня. Мажет, мажет. Это очень хорошо. Ой, дурачок. Отъемного ваше перестал стрелять. Это сошибись. Убил я все-таки этого черчилля. Благо, он мне не попал. Остается у них еще арта до пару танков. Сейчас поедем, постреляем и по ним. 67-й раз на раз, конечно, возможно, у меня перестреляют. У меня из оборудования не стоит досылатель. Стоит, по-моему... Не-не-не, я не помню, то ли у меня сведение стоит, а не досылатель. Ну, короче, я медленнее стреляю, чем эти олеты. Да, у меня, по-моему, сведение. Не, вообще, наверное, сведение не стоит. Короче, обычно эти лошары, малолетние, ставят там досылатель. Но зачем там досылатель, я не знаю, поэтому и не ставлю его. По одной простой причине. Стоя в кустах и стреляя со скоростью 3 секунды выстрела, не имеет значения, будешь ты стрелять на одну десятую секунду быстрее или медленнее. Ну, соответственно... Ой-ой-ой, вот это было да! Это было очень неприятно. Прямо в шоколадный глаз дострели. Ну, ничего. Посмотрим, чем закончится мегабой. В принципе, все. Осталось два танчика. Один танчик у противника. Ой, я тут рассказал. Вот такой бой получился на 67-м. Получил знак классности мастера. Основной калибр. Нанес 1900 дамага. Ну, сколько он произвел выстрелов, интересно. 29 выстрелов произвел. Произвел 21 попадание. Ну, вот, короче, такой именно бой. Показательный для этого ПТ. Тактика игры. Стрельба из инвиза. Ну, и по-концовку. Может, и поторопился, конечно, сливаться. Можно было бы еще настрелять. Ну, просто команда велась. Так, умерзительно, что мы просто достали это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот. Решил записать бой. На Т-67. Он же 49-ка. В прошлом. Он же танк жесткого нагиба. Он же убийца из ниоткуда. Он же отрыватель яиц. Он же раздаватель засвета. Он же назойливая муха. Он же приехал, всех убил. Короче, добавим скорости, потому что слишком много эпидетов. Сейчас пойду едем, посмотрим. Бой такой веселый. Карта Малиновка. Я почти в топе. Команда погнала сливаться. Ну, в общем, все как обычно. Играя на шестом уровне. Мы всегда получаем в союзники долбоебов. Соперники, в принципе, тоже долбоебы. Поэтому есть реальный шанс нагнуть. Затащить. Какое-нибудь подобное совершить. Значит... Подвиг. Да. Какой-нибудь анальный подвиг. Типа расстрела А-43. 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 Это что вообще? Что с того? Вообще. 34 по 385 травит. Другая. Ну, он злой как бы на своем уровне, да? То есть ты усек. Не, ну, я на пятом уровне. В сравнении с ним. Я вообще ни о чем. Ну, пока меня не видят. Я злой, конечно. Слов нет. Так. Одного мы отминусовали уже. Дамага много не успели еще нанести. Потому что толком не по кому было. И там веселые парни ездят по канаве, да? Там, получается... Не, под самой картой. Да. Под самым краем карты. И все время пытаются залезть на горы. О! Вот приехал настоящий мужчина. Называется Ои. Все хорошо, да свидос. Сейчас он уедет в ангар. Я надеюсь. У меня голды осталось всего 8 снарядов. Пора бы остановиться. Справа там капец, что творится на горе. По-моему, было отлично. Ммм. Илюха, ну, увереннее будет этим говном. Вот видите, тут даже вот-вот. Хевик, кстати, пробивается плохо. Если обычно. Очень плохо. Значит, вот этого, да. Хевик. Вот тут уже начинает очко подгорать. Я решаю съехать. Хотя не. Съехать придется все-таки. Бой такой, видите, получился полуанальный. Мужчины наши сперва слились, потом, в принципе, попустил их. Перестали сливаться. Но все равно все. Слились самые достойные. Да, да. Самые достойные уехали в ангар. Но все равно все пока печально. Су-100 у нас еще выслив осталось. Она стоит. Я все-таки поеду на гору. О-1, Х-2. 2-О-И. А что ты О-1? О-И. Какой это 1? Да, я говорю, это 1. Да? Да. Как по мне, больше на И похож. Вообще, сделали ветку танков. Игре было сколько лет, 5 уже они взяли, придумали. Просто придумали танки. Вот взят вот. В игре это такое сборище идиотов. Были тяжкие советские, а теперь... Кому не нравится, может не играть. Вот, смотрите, какое мясо приехало. Бу, тупое говнище. Да что ж такое. Мне, блядь, временами с этой пушки я, конечно, прозреваю. Никуда не пробило. Теперь два пацана приехали. Архер, архер. Смотри, архер вообще мясо. Без брони. Да. По засвету надо будет. Тричневый веселый скорострел. О, да. Типа то, что у нас. Типа с добрым утром. А у вас засвет. Ну, благо, что у меня экипаж вкачан на три перки. Спасайся, кто может. Да, что там, от кого? Если осталось, а вон четыре танка, арта придорочная. Тихо дремлет. В кустах. Ты пыль не пыль не пыль не пыль не пыль. Видите, уже счет в нашу пользу. Я понимаю, что можно вполне поехать повыделываться. В принципе, ситуация наладилась. Да, что, Гара, там квас они недобитый. И он у нас арвы, шмон. Арвы В-39 его впиздует. В любом раскладе пробьет. А тот его с выстрела вряд ли заберет. У них же забрали квасовскую пушку. Ну, Исовскую пушку. У кваса? Да, у кваса. Нет, у кваса есть. Квас это квас, это квас. А кв-85 стоит. Ну, у этого коротенько. Он видишь, коротенько стоит. Он же фугасница. Да, фугасница вообще никого не побоял. Он просто фугасница ставит только даун. А тем более 610 у арвы. Это что он ему сделает? Даже с квасовской, с квасовской, ничего ему не сделает. Ну, 120-мм. Ни хера ему не сделает. Ты играл на арвы В-39? У меня был. Я, короче, вкачивал линию, ветку. Эээ, этих самых, ФОЧа с 55-го. Достаточно хорошая штука была. Там перед ним, по-моему, унитаз шел. Вот это был мегатанк. Танк, у которого пушка сбоку стояла. Можно было ее за угла выглядывая наваливать всем. Я привыкал, ну, привыкли. Вечно выезжал как-то там, залил в угла. Выезжать и все бам-бам-бам. Они все прозревали просто. Ну, унитаз шел. Главное, чтобы внутрь никто не насрал. В начале моря. А то вот так вот, пока разъехались, понасирали полный унитаз. Не едет, не стоит. А, кстати, АИ так и стоит там, где его наживил. Он даже никуда не уезжал. Да, он. А почему он там перебил? Ну, посмотри, у меня, видишь, на этом самку. Ну, подкрутишь, что это за фитер? Слышь, 8 минут уже будет двигаться. Сейчас. О, это кто Сустов? Это кто Сустов? Это что-то не доделает. Ой, ах, петух ты себе недоделанный. Не вижу, кот говорит, не вижу. Как можно не увидеть бывало ИИ, я не знаю. Игра, конечно, полна приколов. Ну, ты не достаешь. Он меня за светом не дает. Я выезжаю, пытаюсь постоянно подсветить. Рога включаю и назад отверстию. Тоже не хочется, а то и огрести. Да, пригласил. Вот, видите, подсветил, назад отъехал. Потому что можно так выгрести, с выстрела улететь в ангар. О, поехал. Это была, конечно, его большая ошибка. Или вы, или вы. КВ-1 хочет поехать в ангар. Сейчас мы ему это все устроим. Видите, мое анальное стояло принесло свои, так скажем, плоды. Вот мужчинка. Ух ты, класс без урона. Видели? Жестко. Вон, без урона класс. Вот такая вот эта игра. Вот такую классную и нифига не паленную игру сделал Аргеймин. А в щелоке, играемая для мужчиновская. Мужчиновская, мужчиновская. Класс, бах. Все хорошо. Без пробития. Т67, молодцы. Там он просто вывернуться наизнанку должен был. Попадание в любое место. И не надо мне рассказывать, что мусинцу ж мусинцу не попал в даун. Это у него скорострел, как-то наверное. Зато два раза успел бахнуть в меня, мудак. Скорострел. Не, как это. Наверное, Су-85. Все. Остается всего-навсего забрать Арту и похоронить Халкета. Глупого Халкета. Вон там, на базе полного. А, нет. Су-85 остался. С какой Халки. Ну да. Ну, вот она. Главное, чтобы снаряды не закончились. Сейчас мы еще раз его подсветим. Ой, хорошее. Ну, мне в этой бою вообще не везло. В плане стрельбы наугад или и тому подобное. О, мне даже воина. Сейчас воин будет. Смотрите внимательно. Воин? Конечно. Воин и мастер. Насветил. Я там, походу, светил. Наверное, на всех дятлах, что там попадались. Мяско, мяско, мяско. Мяско меня подсветило. Надо резко сделать ноги. Проблема у арты. Арта плохо стреляет вниз. Но хорошо вверх стреляет. Да, соответственно, выезжать с ней... О! Видели? Засвет произошел, когда я вообще рядом проехал. Ну, и кто мужчина? Я такой бой получился. В пять мастеров получил. Буквально два боя назад был мастер, сейчас мастер. Либо обнулилась у них там как-то начало месяца. Что-то в час там мастеров раздают. Либо я стрелял реально. Ну, сказать, чтобы много раз стрелял. Нет, она светила. Но бой такой был тяжелый. Как мы выиграли, вообще не знаю даже. Не понимаю. Но, тем не менее. Вот такой результат. Подписывайтесь на пинал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.